И я назвал свою проповедь таким образом Открой для себя источники Открой для себя источники И вы знаете Сейчас те времена, когда у нас жизнь более современная И знаете, есть много всего современного Но вы знаете Во времена жизни многих людей Многие годы, многие столетия, многие века Люди жили, знаете, у них даже многих не было денег У нас сегодня даже с вами деньги есть, денежные знаки Которыми мы можем пойти, что-то купить на них Раньше люди, если у тебя, например, если ты бездельник То тогда ты точно ничего не купишь Тогда ты точно не проживешь Потому что тогда все трудились, понимали У кого-то были стада, у кого-то там были деревья, выращивали сады То есть и вот, например, у кого-то что-то было Они обменивались друг с другом просто-напросто Сегодня у нас есть деньги, знаете, деньги можно найти, потерять, украсть и все такое Вот, вала тяжелее везти, понимаете? Хотя и это делает, но все равно Поэтому это не иголка в стоге сена Но сегодня современные времена Но знаете, во все времена люди жили таким образом Что когда они селились, находили себе жилье, вот новое Знаете, я не видел ни одного человека, который бы поселялся бы где-то, где нет источника воды Все люди всегда селятся, строят селения, города, деревни, поселки На том месте, где всегда есть источник Где есть вода Вода это жизнь, друзья мои Вода приносит жизнь Мы все пьем воду каждый день И без воды очень сложно, правда? То есть нам всем нужен источник И, друзья мои, знаете, были времена, когда источники могли закрывать, перекрывать Источники могли пересыхать И сегодня сплошь и рядом это происходит Знаете, когда я смотрел на Днепр раньше, который был Раньше там намного было больше воды Я же просто рыбак, я ходил на рыбалку И я видел, что у нас на Днепре происходило Там то место, откуда я ловил рыбу с берега Сегодня уже не половишь Потому что надо оттуда еще в воду заходить метров 20 Чтобы хотя бы попасть примерно И то уже места не те, другие Поэтому все меняется Воды даже меньше становятся Вода куда-то уходит, куда-то девается, понимаете? И, друзья мои, все идет к тому Что жизнь как будто бы заканчивается Но правда такова, что Бог ведет нас в свою славу Где жизнь настоящая только лишь начинается Жизнь Божьего Царства Жизнь Божьей славы И вы знаете, в древние времена Люди, чтобы Когда жили у источника И когда что-то случалось с источником Бывало, когда перекрывали этот источник Вообще, в ветхие времена это было Естественно, когда, знаете, войны были Когда воевали, чтобы взять какой-то город Оставляли его без воды И таким образом просто брали Перекрывали источник И вода не шла И люди рисковали своей жизнью Шли там по пустыне Долгое время Через трудности и страдания С риском для своей жизни И часто с боем Чтобы открыть этот источник Чтобы и не только для них Но и для тех людей, которые живут рядом с ними Чтобы могла жизнь прийти Чтобы был открыт источник Чтобы люди не умерли и не погибли Друзья мои, я хочу вам сказать Сегодня для каждого из нас Нам нужны источники Божьи Нам нужны источники, которые Бог может открыть для нас Неважно, какая сфера нашей жизни У нас у каждого есть своя жизнь У нас у каждого есть свое призвание и предназначение Мы все разные люди И у каждого есть свои нужды Правда ведь? Но есть же нужды у вас или нет? Или вы уже вообще ни в чем никогда не нуждаетесь? Но, конечно же, мы должны нуждаться в Иисусе Это самая главная наша нужда И поэтому, друзья мои У нас у всех есть нужды Правда ведь? И знаете, например, кому-то может быть Кому-то нужна семья Кто-то хочет жить в семье Кому-то она не нужна Ну, в том плане, что кто-то не хочет семью Кому-то дети нужны Кому-то не нужны дети Правда ведь? Кто-то хочет стать бизнесменом Кто-то хочет быть обычным человеком Трудяга, работником, который работает, трудится У него есть таланты, есть потенциал Он это делает и радуется, наслаждается жизнью Благословляет других людей То есть разные люди Разные возможности Знаете, это наоборот Очень часто люди сбивают нас с пути Когда, знаете, ну Вспоминайте, когда были времена Когда родители хотели чего-то одного Если дед был тем-то Отец был тем-то И ты должен быть тем-то Знаете, сегодня есть времена, когда люди могут сбивать с пути Вместо того, чтобы человек нашел свое призвание Предназначение Они, знаете, предлагают разные пути Например, были такие моменты, когда Все хотели сделать бизнесменами Все хотели сделать миллионерами Друзья мои, ну я хочу вам сказать Это призвание Это не просто в один миг Просто, знаете, вот захотел и стал таковым Нужно знать свое призвание И свое предназначение Нужно найти себя в Боге Нужно найти свой источник От которого ты будешь получать благословение Где твоя благодать будет действовать в своей жизни Где Божьи благословения будут изливаться на тебя Поэтому, друзья мои У Бога есть план Чтобы каждый из нас Мог жить в своем призвании и предназначении Чтобы каждый нашел тот источник От которого Бог будет питать нашу жизнь Чтобы мы были благословенными Поэтому, друзья мои Каждому из нас нужен свой источник. Каждому из нас нужен свой источник. Поэтому Бог может открыть тебе свой источник. И поэтому давайте мы с вами обратимся к Слову Божьему. Псалом 83. Известный Псалом с 5 по 8 стих. Псалом 83 с 5 по 8 стих. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе. И у которого сердце в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу. Являются пред Богом на Сионе. Аминь. Аллилуйя. Какой хороший Псалом, правда ведь? Но посмотрите, здесь есть ключ. Все начинается с того, что Псалом Сынов Кореевых. Корея говорит о том, что блаженны живущие в доме Чем? Твоем. Заметьте, это неприходящие. Непереходящие. Непроходящие. Это живущие в доме Твоем. Он говорит, счастливы те, кто живут в доме Твоем. И говорит, они будут непрестанно воздавать Тебе хвалу. Сегодня столько людей, и к сожалению, иногда верующие люди, живут в таком направлении жизни, когда им не за что славить Бога. Они часто жалуются на жизнь свою. Говорят такие несчастные. Говорят о том, что вот в моей жизни чего-то не меняется. Чего-то не дано мне, не додано. Может быть, знаете, у того Бог в темечко поцеловал. Да, есть такие выражения. Чего-то его поцеловал. В темечко поцеловал. А меня промахнулся. Немотемечко. Знаете, куда-то промазал. И люди живут и думают таким образом, что вот того в темечко поцеловал, а меня не поцеловал. У того что-то получается, а мне не получается. Друзья мои, ну я хочу вам сказать. Если ключевое слово, блаженность живущий в доме Господнем. Знаете, если ты живешь в доме Божьем, то ты полноправно, как часть дома Божьего, имеешь право получать все те благословения, которые Бог изливает на дом свой. Свой дом. Знаете, в доме Отец заботится о своем доме. Когда мы читаем послание к Ефесянам, 25 глава, где-то 22 стихи, там говорится о том, что ибо Христос глава церкви, как муж глава жены, или муж глава жены, как Христос глава церкви. Вот это слово глава, вообще греческое слово, это везде стоит обеспечитель. Обеспечение в дом приходит через главу, друзья мои. Обеспечение в дом приходит через хозяина этого дома. И поэтому он говорит, что те, которые живут в доме Господнем, те всегда им, ей будет за что восхвалять Бога. У них не будет ни в чем недостатка. У них будет жизнь полная изобилия, богатства, благости, мудрости Божьей. Слава Божья будет на них. Поэтому если у человека сегодня не за что славить Бога, у меня вопрос вообще, живешь ли в доме Господнем? Поэтому ключевое слово, друзья мои, нужно жить в доме Божьем. А жизнь, она кипит в доме, понимаете? И жизнь будет по-разному. Если можно посмотреть на какую-то часть в доме, там жизни нет вообще. Там у всех, знаете, все чего-то ждут. Все ждут, что когда-то что-то придет. Тот не работает. Тот лежит все время перед телевизором. Тот еще что-то делает, знаете, ну, в смысле делает, не делает ничего. И все чего-то ждут. Ждут, что когда-то что-то придет. Я хочу вам сказать, сегодня, ну, есть вообще откровение. Многие христиане ждут такого момента, что когда-то в моей жизни произойдет чудо, и Бог откроет источники, и благословение забьется. Но я хочу, друзья мои, чтобы мы внимательно посмотрели на Божье Слово. Что говорит Слово Божье? Хотя ключ начинается от того, чтобы жизнь была в Доме Божьем. Чтобы я жил в Доме Господнем. Поэтому Писание говорит, что те, которые в Доме Господнем, они цветут, они плодовиты, они сочны, они свежи. На них слава всегда. Они не стареют, а молодеют. Аллилуйя. Поэтому те, которые хотят эликсир молодости, друзья мои, он в жизни, которая течет в Доме Божьем. Поэтому, друзья мои, когда мы что-то делаем, жизнь приходит. Когда мы перестаем что-то делать, жизнь уходит. Те люди, которые уходят на пенсию, и все, после пенсии, и все, забудьте обо мне, я пенсионер, не трогайте меня. У них жизнь начинает заканчиваться, они начинают быстро умирать. Но я вижу пенсионеров, которые продолжают что-то делать, трудиться. А особенно, друзья мои, если мы в Доме Божьем, то Бог призвал нас в Доме Божьем жить. И жизнь это не, как это, хотел сказать так быстро, жизнь это не просто зафиксированное положение. Жизнь это то, что постоянно меняется, движется, да. То есть, что-то происходит постоянно, она течет, как вода, как источник, который источает воду. Он постоянно что-то течет? Когда ты сегодня входишь в воду, выйди попробуй, и зайди снова, ты уже не войдешь в ту же воду. Ты войдешь уже в другой поток. Ты войдешь уже в другое течение. Уже другая вода будет омывать тебя в этот момент. Поэтому, друзья мои, живущие в Доме Господнем, им всегда есть за что славить Бога. Их жизнь будет наполнена, насыщена. У них будут постоянно происходить чудеса. Их жизнь будет счастлива. Он же и говорит, что счастливы те, которые живут в Доме Господнем. И поэтому дьявол сегодня, знаете, людям все, что угодно предлагает. И все, что угодно говорит. Как угодно манипулирует, мотивирует их своей мотивацией, чтобы люди, знаете, жили своей жизнью, перестали жить Домом Божьим, перестали жить тем, к чему Бог их призвал. Вы знаете, многие люди хотят стать независимыми. Но знаете, я вам хочу сказать, знаете, главное правило РИП-центра какое? Можно я скажу? Знаете, главное правило РИП-центра, это не перевести людей с зависимости в независимость. Потому что невозможно человека перевести, я сейчас поясню, с зависимости в независимость. Невозможно. Но единственное правило РИП-центра, человека перевести с той зависимостью, в которой он был, в зависимость от Бога. Чтобы человек зависел от Него. Я прав, пастор Максим? Потому что, послушайте, нет ни одного творения, которое могло бы быть независимым. Я еще раз повторю. Нет ни одного творения, которое могло бы быть независимым. Не заблуждайтесь. Независимость никогда не была Божьей части. Не обманывайтесь. Бог по ругаем не бывает. Независимость это не Божий план. Творение всегда будет зависимо. Аллилуйя. Но наша зависимость от самого начала была правильная. А потом кто-то нас уклонил и перенаправил. Знаете, когда, например, человек тоже, он по образу Божьему и подобию сотворен. И он может творить что-то, да? Он может что-то делать. Много людей забрели ведь, правда ведь, в этом мире. Например, автомобили. Знаете, посмотрите, может ли быть автомобиль когда-нибудь независимым? Что? Для кого может? А ну расскажите. Как он может быть независимым? В гараже? Так если он в гараже постоит, то когда ты через пару лет в него сядешь, он рассыпется. Как это было с моим братом, который попал в ситуацию. Когда ему дали машину, которая стояла на военизированных складах в армии. И он обрадовался возить начальника. И дали новый автомобиль. Ну лячи, никто на нем не ездил. Понимаете? И он такой обрадовался, сел. Ну перебрали там его все. И когда он поехал по Одессе, знаете, вез начальника. Такой довольный был, он под Одессой служил. И вдруг светофор, перекресток, впереди иномарка, останавливается на светофор. И он же, как обычно, по тормозам, а тормозов немае. И вы иномарочку, поцелував. Вот это называется в темечко поцелуй. Поэтому не думайте, что Бог кого-то там в темечко поцеловал, а кого-то не поцеловал. Поэтому, и знаете, ему пришлось расплачиваться потом. И знаете, там неважно, что ты там военный на срочной службе, где тебе там 15 гривен платили, через сколько там. Я просто сейчас не знаю, сколько там сейчас платят. Вот. Или же каким образом. Но ты все равно будешь платить. И он платил, его плачивал. А из-за чего все произошло, друзья? Из-за того, что машина просто долго простояла. И там все пересохло, понимаете? Поэтому, друзья мои, нельзя быть независимым, иначе все пересохнет. И когда ты потом попытаешься что-то сделать, смотришь, хоп, и сломался. Понимаете? Поэтому машина, она имеет зависимость от хозяина. И хозяинам нужно за ней что? Ухаживать, заботиться, ездить на ней, чтобы она ездила. Потому что если она будет стоять, то все. Поэтому, ну, поймите, Богу нужно, чтобы каждый из нас в Доме Божьем что? Жил. Апостол Павел вообще говорил о том, что кому вы отдаете себя в рабы, того вы рабы и есть. И он, это в 1 Коринфянам, а в Римлянах он говорил такие важные слова. Он говорил, что кому вы отдаете себя в рабы послушание, того рабами вы становитесь. Либо послушанием истины к праведности, либо послушанием беззаконию к беззаконным делам. Слушайте, ну для христиан слово беззаконие становится таким абстрактным словом. Знаете, для христиан слово беззаконие для некоторых это где-то там далеко, какая-то тьма, какие-то люди страшные, беззаконники. Но знаете вообще, вот это слово, которое мы читаем, слово беззаконие, как оно звучит на оригинальном языке везде, где оно использовано, где оно употреблено. Знаете, как это слово звучит? Просто в синодальном переводе его синодально зашифровали. Но на самом деле оно звучит легко и просто, потому что слово беззаконие, ну не всегда понятно. Ну понятно, что беззаконно, да, как бы, вот, то есть не подчинен никакому закону. Так вот, вот это слово беззаконие везде на оригинальном языке звучит своеволее. То есть он говорит, вы можете отдать себя, либо вы по-любому в кому-то себя должны отдать, либо в рабы по слушанию, потому что, друзья мои, вспоминайте историю блудного сына. Когда блудный сын заблудил, в смысле, забрал свое имение, пошел, растащил его, в итоге стал рабом там, на той территории, в итоге стал нуждаться, проблемы начались. Рожки хотел есть, а ему не давали, свиньи ели, а ему не давали. И тот хозяин о нем не заботился. Тот хозяин только высосал с него все. И когда высосал, а теперь... А теперь сидеть, а теперь лежать, а теперь ты мой раб. Вот что делает тот хозяин. Ну, друзья мои, настоящий хозяин, наш отец, он не таков. Он всегда заботится. И те, кто его рабы, Писание говорит, Павел говорит, они же равные свободны его. Понимаете, настоящая независимость, не так, как понимают его люди многие, а настоящая независимость, она заключена полной зависимостью от Бога. И поэтому, друзья, нам нужно понять вот эту важную суть, что нам всем нужно научиться послушанию истине. Потому что слово своей воли, оно включает в себя то, когда человек поступил по своим мыслям, по своей... Ну, по тому, как он думал, как он понимал. Если вы вспоминаете Адама, то в Эдемском саду ситуация произошла таким образом. Бог все сказал, как Адаму нужно жить. Он дал инструкцию полностью на жизнь, правда ведь? Но когда пришел змей, сатана в виде змея, и к Еве подошел, Ева к Адаму, то в итоге, что же произошло, друзья мои? Не просто грех непослушания произошел, а что произошло по-настоящему в Эдемском саду? Вместо того, чтобы Адам сконцентрировался на воле Небесного Отца, он почему-то начал концентрироваться на своей воле, на своих пониманиях, на своих понятиях, на том, как он понимает. На том, как ему захотелось пожить. Захотелось независимости. И вот, чему она привела, друзья мои, что все сегодня страдают. Друзья мои, из-за независимости страдать будут все. Ну, в смысле? Вы поняли, в каком смысле? Мы все равно, как творение, мы зависимы. Но наша зависимость от того, кто сотворил нас. Он лучше знает. Секрет. Послушайте. Я хочу вам сказать, открыть секрет. Некоторые люди получить исцеление не могут, что они не поняли, что они не независимы, а зависимы от Него. Потому что нужно к Нему прийти, и там этот ключик открывается. Там этот источник открывается. Нигде это в другом месте. Именно у Него этот источник. И потому, послушайте, иначе бы, ну, смотришь на Псалмы и пишешь, что счастливы те люди, которые в доме Божьем живут. Счастлив тот человек, который то-то, то-то, то-то. Знаете, много там рецептов счастья в Библии. Ну, почему ты смотришь у верующих, как-то иногда по-другому получается. Ну, не у нас, слава Богу. В нашей церкви так не будет. В этом доме будет так, как Бог сказал в Своем Слове. Блаженны, живущие в доме Господнем. И они будут постоянно, смотрите, там сказано, непрестанно. Слушайте, что такое непрестанно восхвалять? Это значит, всегда будет есть за что славить Бога. И всегда будет есть за что хвалить Его. Друзья мои, кого обычно хвалят? Хвалят того, кто коснулся твоей жизни, что-то изменил, что-то хорошее сделал в твоей жизни. Правда ведь? Ну, знаете, за всю жизнь мы можем похвалить пару там человек, может. Ну, несколько. Ну, во Христе, понятно, уже больше. Но без Христа, иногда вообще у кого-то и некого и хвалить никогда. Но, друзья мои, он говорит, что те, которые в Доме Божьем живут, они будут непрестанно восхвалять Его. Послушайте, это рецепт жизни, который Бог приготовил, что мы непрестанно можем ходить в Его славе. Непрестанно можем видеть Его чудеса. То есть, не это непрекращающийся процесс. Слово непрестанно, оно так и звучит. Непрестаёт. То есть, жизнь Его не перестаёт течь. Благословение Его не останавливается. Он не перекрыл краник. Может быть, ты Его закрыл? Подумай об этом. Разберись в своей жизни. Поэтому, посмотрите, он говорит ещё один ключевой, важный момент. Блажен человек, то есть, счастлив человек, он говорит о всех, да, потом он говорит уже о человеке. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези, то есть, все пути, все дороги направлены к тебе. В сердце, друзья мои. Не где-то в какой-то ситуации, не где-то в каких-то обстоятельствах, не среди каких-то людей, а именно в сердце стези направлены к тебе. И посмотрите, он говорит, что счастливы те, у которого сила в тебе. Знаете, я понимаю ещё больше слова апостола Павла. Когда он говорил, что моя сила совершается в немощи. Когда я немощен, он говорил, я силён. Послушайте, в этом мире мы будем проходить через трудности. У нас будут ситуации, когда нам будет хотеться не то что плакать, рыдать. И посмотрите, знаете, я хочу вам сказать, мужчины тоже плачут, не только богатые. И не только бедные, и не только богатые тоже плачут. Мужчины, знаете, они просто из-за того, что где-то гордые, немножко жёсткие. И то они, вот знаете, вот как бы не показывают, но очень часто им вопеть хочется, не то что плакать. Я же знаю мужчин, потому что я говорю от лица мужчин. И потому, если мы где-то не плачем, то поверьте, нам иногда просто вопеть хочется, правда ведь? Просто хочется, думаешь, не знаешь, куда себе деть уже. Поэтому у нас всех бывают ситуации такие. Но послушайте, апостол Павел говорил, что сила Божья совершается в немощи. Он говорит, счастлив тот человек, сила которого в ком? В президенте. В ком? В моём муже. В ком? В моей соседке. В ком сила Божья? В моём обеспечении? В ком сила Божья? В моей машине крутой? Где сила Божья? В ком сила Божья? О, в моём богатстве. Блажен, счастлив человек, сила которого в тебе, Господь. Вот наша жизнь, друзья мои. Понимаете, что мы все будем приходить к такому состоянию, когда ты поймёшь, ты бессилен. И это нужно признать. Один из шагов репцентра, правда ведь? Надо признать бессилие своё. Пока ты не признал своё бессилие, ты не можешь воспользоваться Божьей силой. Поэтому сначала нужно признать. Ну вот посмотрите, главный момент ключевый, очень интересный. В этом послании он говорит, ну сыны Кореевы говорят, проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дочь покрывает её благословением. Скажите, пожалуйста, мне, кто открывает источники? Нет, не Господь. Почитайте внимательно ещё раз этот стих. Вот видите? А вы почему сказали Господь? Потому что вы так думали. А теперь ещё раз прочитайте этот стих. Те, которые проходят, проходя долиной плача. Кто это? Это люди, живущие в Доме Господнем. То есть, понимаете, для этого мира вообще надежды нет. Но те, которые живут в Доме Господнем, те, которые проходят, переходят, заходят иногда, для тех тоже, что надежды нет. Но те, которые живут, те, которые являются частью, те, которые свою жизнь вкладывают в жизнь Дома Божьего, в жизнь в церкви, в жизнь Божьих детей, в жизнь в служении, только те люди, что, проходя долиной плача, открывают в ней источники. Я так ещё раз задам вопрос. Кто открывает источники? Вот это была и ошибка. Не Бог открывает источники, а те, которые проходя долиной плача, даже если проходят, как раз-то они, люди, живущие в Доме Божьем, открывают источники. Послушайте, блажен человек, счастлив, у которого сила в тебе, и у которого все пути, его сердце направлены тебе, Господь. Все пути. Скажи со мной, все пути. И даже вот этот путь, вот, который меня пытался, и даже этот путь. Все пути, это значит все пути. Это не какой-то особенный, всё-таки, ты оставишь для того, чтобы обдумать его по-своему. Это все пути в сердце твоём. Когда Иисус пришёл, разговаривал с женщиной-самарянкой, в Иоанна 4 главе, помните этот разговор, да? И он с ней общался. И он говорил, что ты пьёшь воду, от которой будешь жаждать опять. Говорит, а я тот, кто могу дать воду, от которой не будешь жаждать вовек. Иисус показывает ей на источнике, послушайте, самарянка к колодцу приходила сама за водой черпать её. Источник был, но она приходила сама черпать воду. И Иисус говорит ей опять о воде. Если бы самарянка думала, что эта вода когда-нибудь придёт в её жизнь бы, ничего бы не поменялось бы в её жизни. Но Иисус сказал, я могу тебе дать воду. То есть источник есть, есть место, где множество источников на любую сферу жизни, на любую часть жизни. Их масса, они бьют ключом. Но нужно было прийти ей, чтобы эту воду взять. Но он говорит, я могу дать тебе воду, от которой ты не будешь жаждать вовек. Послушайте. Единственное условие, чтобы открыть источник, это вера. Только через веру мы можем открыть источники Божьи для нашей жизни. Но те источники, которые мы откроем в Боге, послушайте, не Бог откроет для нас. И ещё раз делается от внимания. А мы откроем в Нём. Те источники, которые мы откроем в Нём, они источники, которые в жизнь вечную текут. И Он говорит, что вода, которую я могу дать тебе, она сделается в тебе. Сыны Кореевы говорят. Блажен человек, счастлив человек, у которого все пути, в сердце его направлены к кому? К тебе. И Иисус говорит, я могу дать тебе эту жизнь, эту воду, которая в тебе будет источником. Он говорит этой женщине, она может стать в тебе источником, источником. Он показал. Не нужно бегать и искать далеко. Нужно просто жить в Доме Божьем. Служить Господу. Исполняя Его волю. Найти своё призвание, предназначение в теле Христа. И жить этими, наслаждаться и быть счастливым. Но источник есть, друзья мои. Но когда Он указал этот источник этой женщине, то этот источник не указывал на временное удовлетворение. Послушайте. Этот источник не указывал на временное удовлетворение. Но то, что мы через веру можем получить у Господа, это приносит нам вечность. Вечную жизнь. Это пути, ведущие прямо на небеса, друзья. Это река, которая течёт в вечность, прямо в небо. Это источники, которые приведут нас прямо на небо. Это то, чего нельзя получить в этом мире, друзья мои. И поэтому, когда люди жалуются, говорят, что у меня чего-то нет, чего-то не хватает, я хочу вам сказать, есть всё. Эти источники есть. Они открыты. Просто нужно самому их открыть. направляя свои стези к Богу, в своём сердце. И для этого не надо, знаете, искать место поклонения, где можно прийти и что-то получить. Посмотрите. Что иногда делает сегодня... Некоторые вещи происходят, когда люди пытаются уйти от важной истины, от важного момента. Они пытаются ездить где-то, чтобы получать. Не проблема в том, чтобы поехать куда-то, если есть понимание, что это нужно и с какой целью. Понимаете? Какая цель? То есть, всё нормально с тем, чтобы поехать куда-то на конференцию, на служение, куда-то съездить. Знаете, мы же тоже в гости ходим, правда? Ну, живя в семье своей, мы ходим и в другие семьи в гости. Ну, так или не так? Ну, послушайте, ну, пояс не должен быть заключён, что, а, вот там надежда. Поэтому я туда поеду за единственной надеждой. Он сказал, что у кого все пути в своём сердце направлены к кому? К нему. А для этого не нужно местоположение. Для этого нужен образ жизни. Жить в Доме Божьем. Быть частью жизни Дома Божьего. И своё сердце, все пути своей жизни направлять к нему. Потому что у него выход из любой ситуации. Послушайте, пасторы, лидеры, служители, прекрасные люди. Но они всего лишь нам всё могут направить, вдохновить, подкорректировать. Но за тебя счастья никто не добудет. Никто не может сделать тебя счастливым без тебя. Люди могут только помешать, сделать тебя ещё более несчастным. Понимаете? Ещё некоторые руки потрут и будут радоваться. Некоторые завидовать будут, некоторые радоваться будут. Понимаете? Но единственный, кто может сделать себя счастливым, это не Бог даже. Он уже всё сделал. Это ты. Открывай источники для своей жизни. Поэтому есть ли источники счастья? Есть! Для любой сферы твоей жизни. Но они в Боге. Вот то, чего до сих пор многие люди не могут понять. Верующие люди не могут понять. Что только там ты найдёшь источник. Только в нём этот источник. Но открыть его должен не пастор Влад. Не у меня ключи к твоему источнику. Некоторые разочаровались, да, наверное? Легче к врачу прийти, дать ему, например, в её аптеке там скупиться, дать там денег. И он ещё такой, знаете, крутит, ещё сделает с себя такую важную персону, лицо. Что типа, что ж вы тут... Мало того, что три часа просидели ещё под конец, во сколько вы тут пришли. Вот вообще... Ещё... Важного себя показать. И в итоге такой, знаете, покривит ещё. Когда ты ему ещё сверху там 100-200 показал, такой... А ну задержитесь немножко на некоторое время. У меня ещё не закончился рабочий день. Понимаете? И пошло дело развития событий. Знаете, и смотришь... Он потом тебе говорит, подсказывает. Ну, ты знаешь, ну вот эти лекарства-то и не надо, в принципе. Ну вот это только купи. Понимаете? Знаете, сразу вдруг и направление даёт такое. Ну, знаете, от этого ты всё равно не получишь счастья, удовольствия и исцеления. Временные какие-то моменты ты получишь. Но единственный, друзья мои, кто может дать тебе истинное наслаждение и вечность. Вечность, вечность, вечную жизнь. То, что приходит от вечности в вечно, друзья мои. Это Иисус. Он источник. В Нём источники. Но открыть этот источник можешь только ты. Ключ у тебя. Ключи у тебя. Он говорит, я могу дать. Но ты должна залезть в этот колодец. Ты должна открыть его. Ты должен это сделать. Других путей нет. Поэтому некоторые люди думают, Бог откроет для меня источник. Он говорит, нет, проходя долиной плачет. Друзья мои, долина плачет, это не время скуления. Это не время скорби. Это не время страха. Это не время каких-то переживаний. Это не время, знаете, сказать, всё, конец. Иисус говорил, в мире будете иметь скорбь. Но мужа, отец, я что сделал? Победил мир. Поэтому это не время, знаете, такого страдания и мучений. Долина плача – это место, где ты откроешь источники. Аминь. Даже в мире, друзья мои, люди, которые стали очень сильно успешными, талантливыми, певцы, чьи песни, или же музыканты, композиторы, чьи песни стали хитами, это те люди, которые пережили якобы определенный коллапс в своей жизни. Когда они пришли в состояние плачевности. Но они не остались там скулящими. Они увидели и открыли что-то, что изменило и преобразовало их жизнь. Многие люди богатые, нормальные богатые, они терпели крахи, банкротство много раз. Но они не остановились на этом. Они продолжали не скулеть в долине плача, не видеть безвыходное положение. А продолжали что делать? Искать ключ. Где этот ключ? Он должен быть, послушайте, выход всегда есть. В Иисусе выход тем более всегда есть. Поэтому не проблема поцелуев темечка, а проблема ключа надо найти, друзья мои. Когда ты потерял от квартиры ключи, надо либо замок менять, вышибать двери. Друзья мои, но в Царстве Божьем вы двери не вышибите. Понимаете? Двери в Царство Божье невышибаемые. Один ключ. Вера. 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 Вера наша. Поэтому эта победа, победившая мир, есть что? Наша вера. Вы понимаете? Поэтому нам нужно научиться открывать источники для своей жизни. Нашей верой. Какая бы сфера твоей жизни не нуждалась бы, я тебе хочу сказать, есть источник для тебя. Открой для себя источники. И не просто один источник, их много. Поэтому Иисус говорил о реках воды живой. Он не говорил просто об одной речке, которая иногда может тебе помочь во всех ситуациях. Он говорил, на любую сферу твоей жизни есть источники. Поэтому открой для себя источники. Возьми этот ключ. И войди в эти двери. Поэтому только ты можешь стать обладателем своего счастья. Бытие, 21 глава, 14 по 19 стих. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поотдаль против него. И подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, Что с тобою, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее. И она увидела колодец с водою, живою. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Аминь. Интересная история, правда ведь? Это история Агаре и Измаила. Измаил это также один из сыновей Авраама. Но Измаил это сын по плоти, не по вере. То есть это сын, которого они решили с Сарой. Бог обещал Аврааму сына. Знаете, Бог и Аврааму показал вечные источники, которые есть у него. И ключик этот был у Авраама. Его вера. И написано, что все верующие благословляются с верным Авраама. Но, понимаете, слово вера и верный имеют один корень. Верность проистекает из веры. Понимаете? Почему люди могут стать верными? Потому что они верят тому, кого они слышат, кому они послушаются, за кем они идут. Поэтому верность, она открывается в вере. Почему кто-то в чем-то неверен оказался? Ответ прост. Ты просто в это и не верил. У тебя не было веры. Ты жил без веры. Ты жил по плоти. Вот поэтому и не оказался верным в это. И поэтому, знаете, когда у Авраама родился сын обетования, Исаак, и пришло время, когда Измаил, он уничижал Исаака. И Сара это заметила. И она Аврааму сказала, Авраам, вышли ее вместе с Исааком. Аврааму стало прискорбно, потому что это его же сын все равно. Но Бог ему сказал, послушай жену свою, Сару. Он говорит, потому что они, он, Исаак, не наследует обетование вместе с Исааком. Послушайте, это вообще образ. Апостол Павел говорил, что вот эта ситуация, это ситуация образа веры и образа жизни без веры. Это ситуация, когда Бог показывает, открывает путь вообще, как попасть на небо. Вы понимаете, что на небо нельзя попасть религиозными обрядами и традициями. Поэтому он говорит, что до сих пор, говорит, до сих пор говорит, что два завета, говорит, один плоти, другое обетование. И говорит, до сих пор религия гонит веру. И невозможно войти в небо просто, живя религиозной жизнью, будучи религиозным человеком, приходя исполняя какие-то обряды. Потому что верность происходит от веры личности. Когда ты веришь тому, что Бог сказал, и делаешь так, как что, как Он сказал, доверяя Ему, доверяясь Его волей. Потому что мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять их. Мы Его творения, друзья мои. И творение зависит от Творца, как я уже говорил. Поэтому это два завета. Поэтому единственный путь попасть на небо, друзья мои, это наша вера. Единственный путь получить все обетования Божьи, это наша вера. Нет другого пути. Единственный ключ зайти туда и открыть источник для своей жизни, это вера. Поэтому верой, друзья мои, мы будем живы. Праведный верою своей что? Жив будет. Но когда приходит человек веры, то чтобы пройти там, нужно пройти, как сквозь море, верой. Попробуйте человеку, который верит Богу, войти в эти сферы. Вам сразу начнут что? Закрывать двери со всех сторон. То есть, если это религия, добро пожаловать. Мы с вами подружимся все. Если это человек веры, который придерживается только Божьих принципов, не слушает только его голос, то вдруг почему-то начинает что? Со всех сторон двери. Тын, тын, тын. И единственное, как можно пройти, как сквозь море, верой, друзья мои. И это реально. Пройти и открыть эту дверь. Открыть источник. Реально. Но упование наше не на то, что происходит вокруг нас. Не на то, как реагируют люди. Не на то, как они пытаются двери нам закрывать. Сколько из вас людей, которые, как только вы стали верующими, некоторые родственники, даже сразу такие, смотришь, был такой ужасный, такой проблемный. Столько было в жизни всего. И такие сразу раз обрадовались. Ой, так хорошо. Ты изменился. Проходит чуть времени. Потому что ты стал верить Богу, Его Слову, посещать Дом Господень, находиться в Доме Божьем, слышать Его Слово, поступать по Его Слову. И вдруг тебе начали верить же, но не до такой степени. Двери закрывай сразу. Баррикадироваться начинают от тебя. И все такое. Друзья мои, это все путь веры. Это долина плаща иногда. Но это не значит, что ты не откроешь источники. Ключ у тебя. Ключ у тебя. Мы можем открывать верой нашей любые источники для нашей жизни. Все, что нам необходимо. И не важно, как сейчас кто относится. У Бога есть план, чтобы то, что Он возложил на твои плечи, если мы будем верны Его Слову, если мы будем следовать за Ним, обязательно исполнится что? Определенное Господа. Много замыслов в сердце человеческом. Но состоится только что? Определенное Господа. Есть определение, в котором Бог уже определил. Это константа, друзья мои. Это все, это ответ. Это возможность держаться тебе за это. И потом посмотрите ситуацию. Знаете, не очень хорошая ситуация. Вдруг выгоняют Агарь. Написано, что Авраам дал ей мех воды, хлеба там, да? Что там он дал? Хлеба ей. И в итоге отправил. Куда отправил? Друзья мои, это пустыня. Это сплошная пустыня. Это не то, что сейчас, знаете, вышел, и тут сплошные азисы. Так, если выгнали тебя из дому, пешел до друга, поив, попив чайку. Знаете, о, на домашку можно сходить там. По каждой домашке походить. Сколько у нас там домашек? Можно наесться нормально. Вот. И 50 домашек. И пошел, и наелся нормально. Смотришь, что-то с собой прихватил, еще на недельку хватит. Знаете, там братья и сестра такие, ну возьми себе. Такой пришел, сделал такую лесу. Ну возьми, братошка. Смотришь, по виду видно, что что-то не то происходит. Надо, наверное, дать. Наверное, долина плача пришла. Жизнь брата или сестры. Поэтому, знаете, так можно жить, конечно. А это, то, куда они вышли, это пустыня. Там никого нет. Даже иногда оазиса не найдешь. И написано, что они шли так, что что? Заблудились. Бывает же у нас, я по жизни заблукал, словно в темный лес попал, да? Я по жизни заблудился, я, наверное, пропал, некоторые поют. Потому что привыкли жить же песнями в этом мире. И вот так вот и живут, понимаете? И ты такой, а, да, и поет под эту песню. Я действительно такой. Но у Бога не так, друзья мои. Написано, они заблудились. И что произошло? Послушайте, здесь же не написано всех подробностей. Какое было обшарпанное лицо уже у Измаила. Какое было блезлое, потресканное от жажды. А что, вы себе же просто не представляете. Посмотрите на людей, которые ходят по пустыне. И посмотрите на тех, кто хотя бы немного задержался и не пил воды. У них начинает кожа трескаться. У них, ну, шеркнуть все начинает. Пересыхает все. И измождение. В Израиле же наша команда ездила, они знают, что надо пить воду. Правда ведь? Потому что не будешь пить воду. Хотя это и тоже было время не такое жаркое. Но все равно без воды можно в определенный момент только хоп и все. И поэтому, знаете, они пошли, это было тяжелое состояние. То есть, ситуация была такова, что мама видела, как ее сын умирает. Она еще держалась, но она видела, что сын ее умирает. Скажите, пожалуйста, это безвыходная, кажется, ситуация. Они заблудились в пустыне. Никого нет. Никого нет. И единственное решение, которое мама принимает, вы знаете, тяжело смотреть, как умирает ребенок твой. Не дай Бог нам это все переживать. Но это нелегко смотреть на это. И она тоже не выдержала, друзья мои, и можно понять ее. Она не выдержала, и написано, что она ушла на расстояние стрелы, летящей из лука. То есть, это было расстояние, где она написана, не слышала вопль сына своего. Потому что я думаю, что ребенок, который отрог, он от измождения уже стонал, там кричал, стонал, я не знаю, что угодно. Знаете, это если мы, мы это можем терпеть еще. Дети, они не могут терпеть. Они кричат, они стонут, они, знаете, когда ты смотришь на это все, не выдерживаешь. Это, ну, трудно это выдержать. И она ушла. То есть, она приготовилась к тому, что все, ее сын умрет. Послушайте, но на этом не остановился Божий план, даже при том, что Измаил был ошибкой Авраама и Сары. На этом не остановился Божий план. На этом воля Божья не остановилась. Бог говорит, я и от него все равно произведу народ великий. И послушайте, когда Агарь удалилась, пришел ангел и говорит ей, Бог услышал голос чей? Голос отрока. На нем было обетование, благословение Божие. Из-за Авраама и он получил часть. Из-за веры Авраама. И поэтому на нем было благословение Божие. И не важно, что происходит в твоей ситуации. Не важно, какая долина плача. Не важно, какая безвыходная ситуация. Не важно, друзья, не важно. Более безвыходное я не вижу. И ангел пришел и говорит, я услышал голос отрока, взывающего. Поэтому, Сара, что с тобой? Что это такое вообще? Иногда люди приходят такое состояние. Что это такое вообще? Что это со мной? Ой, Агарь, извините, Агарь. Что это такое? Что это такое? У нас дочка, знаете, мы ей там что-то пытаемся дать или полечить. Она такая сразу, что это? Что это? Крестюха, что это? И мы начинаем объяснять, что это такое, для чего оно надо. И он такая, и опять что-то раз, что это такое? Знаете, такая серьезно настроенная, что ты мне тут съешь? Что вы мне тут хотите сделать? Вроде бы 2,7, а уже такая, что это такое? И кто знает ее, те знают. Она же, если что это такое, это не просто так. что это такое? Что это такое? Еще и всех построили, знаете. Поэтому, поэтому Ангел пришел и говорит, что с тобой? Говорит, Бог услышал голос чей? Отрока твоего. И теперь посмотрите, потому что Бог его благословил. И смотрите, вот этот ключевой стих 14. И открыл Бог глаза кому? Агаре. А почему? А почему, знаете, Бог именно Агаре открыл? Потому что дети освящаются своими родителями. Потому что, доколе дети в доме своих родителей, они находятся под властью родителей. Друзья мои, это Божий порядок и Божье установление. И поэтому, из-за того, что он услышал голос отрока, но открыл глаза его матери Агаре, потому что она, через нее была забота об этом отроке, прилагалась. И поэтому Бог открыл ее глаза, чтобы видеть. Поэтому, знаете, если ты даже чего-то не видишь, Бог может услышать голос тех, кто рядом с тобой. И если эти люди под твоей ответственностью, то я тебе хочу сказать, он может открыть глаза. И написано, он открыл ее глаза, и она увидела, что? Источник. Да? Колодец с водой живой и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Вот так жизнь пришла, друзья мои. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Поэтому, друзья мои, можно ли открыть для себя источники на любую сферу жизни, в какой бы ситуации ни оказался, через какую бы долину плача-то не шел бы. Можно ли? Можно, друзья мои. Еще одна ситуация, давайте посмотрим. Судей, 15 глава, 14 по 19 стих. Книга Судей, 15 глава, 14 по 19 стих. И здесь, 14 по 19, это не магия чисел, друзья мои. Поэтому не думайте. Когда он подошел к лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него дух господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лехи. И почувствовал сильную жажду и возвал к Господу. И сказал, «Ты садил рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня. Аминь. Я чуть-чуть с древнееврейского прочитаю с акцентом, как здесь было. С 17 стиха. Сказав это, он бросил челюсть из руки своей, назвал то место Рома Флехи и почувствовал сильную жажду и возвал к Господу и сказал, «Ты садил руку раба твоего великое спасение, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Вот как это было, друзья мои. Самсон, помазанный Богом человек, защищает свой народ. В тот момент, знаете, пришли филистремляне, хотели там связать его, потому что он все время им докучал. Ну, в том плане, он защищал свой народ, чтобы филистремляне не домогали его народ. И поэтому, когда, и Бог помазал его, и поэтому, когда только приходили враги, на него сходил Дух Господень, и он тут же сразу решал эту проблему. Знаете, хорошо, когда с тобой рядом есть кто-то, кто очень быстро сразу решает все проблемы. особенно физического характера, ну, в смысле, когда на тебя нападают. И вот, знаете, пришли, хотели связать Сансона, и написано, знаете, мне так нравится вот эта ситуация, что у Бога так все просто и легко, что когда ты помазан, вот ты просто вышли против тебя, и когда у тебя на это помазание, написано, просто сошел на тебя Дух Господень, и он смотрит тысячи людей на тебя, ты один. Что здесь рядом лежит? Смотрит, свежая ослиная челюсть. Я не знаю, кто ее обгрыз столько недавно, что она свежая была. Ну, понимаете, это вот челюсть, это вот часть челюсти, кости, которая лежала. Ее просто кто-то обголодал, может быть, волки там, не знаю, осла там съели, я не знаю, кто там есть в этой пустыне, гиены, вот, и осталась челюсть. Написано, он схватил эту челюсть и просто, знаете, вот так вот, как мачета. Написано, убил я тысячу человек. Нормально. Написано, когда они все уже сбежали, разбежали, вы же понимаете, что произошло. Когда один уложил тысячу, все остальные тысячи смотрят, что же нам рисковать своей жизнью. Лучше развернуться и деру дать отсюда. И поэтому они, конечно же, дали деру. Но Самсон, как только помахал под помазанием, потом, знаете, челюсть бросил и такой, помазание отошло. жизнь обычная наступила и смотрит, оказывается, депрессуха вдруг подступила, понимаете. Только что, говорит, рукой твоей ты, Господи, тысячу человек уложил, а тут теперь, говорит, от жажды погибаю. Начал плакать, стенать, знаете, скулить перед Богом. А Бог говорит, да что, парень, и что там произошло? Еще последние два стиха. Что там произошло? 18 еще. Можно где-то. И почувствовал сильную жажду, да. И говорит, попаду, умру я от жажды. Послушайте, реально, он пришел в состояние, когда от жажды умирал. Это было тяжелое состояние. И попаду руки необрезанных. 19 стих. И разверз Бог Ямену в Лехе. И потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его. И он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе это населенный пункт до сего дня. Послушайте. Какую бы ситуацию ты ни попал, единственное, что говорит, что говорят сыны Кореевы? Они говорят, чтобы все стези в твоем сердце были направлены кому? К тебе, Господь. Поэтому, друзья мои, чтобы, как бы мы ни оказались, у нас всегда бывает ситуация, независимо от помазания, от силы, которая через нас может действовать, мы все равно можем остаться, попасть в ситуацию долины плача, попасть в ситуацию, когда депрессия давит на тебя, когда тебе кажется все безвыходная ситуация. Но единственное, что ты можешь сделать, то, чего не делают часто многие люди, все пути твои должны быть направлены куда? К нему! И тогда Он откроет источник, ключ вера, и источник открывается. Друзья, вот вам и ключ. Последнее место из Писания, и будем молиться. Луки 22, 31-32. Луки 22 глава, 31-32 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Аминь. Послушайте, друзья, что было с Петром, с Симоном Петром? Вы помните, он был один из двенадцати с Иисусом, помните? И однажды Иисус сказал ему, когда Петр подходил и говорил, Иисус говорил, что ты вообще отречешься от меня. Симон говорил, что да не, я с тобой на смерть пойду. Он говорит, да, Симон, петух дважды пропоет, ты уже трижды отречешься. И дальше, послушайте, когда он разговаривал с Иисусом, он говорит, Симон, Симон, если бы это знал, сатана просил сеять вас как пшеницу. Послушайте, сатана не останавливает, в том, чтобы идти против Божьих детей, чтобы разрушать жизнь тех, кто призван Богом. Не думайте, что пришли однажды и все, остановилось. Аллилуйя, все. Волшебная палочка работает. Нет, друзья мои, наша вера работает. Палочка не работает. Палочка только другая бывает, не выручалочка. И поэтому, друзья мои, почему он говорил об этом? Он говорит, ключевое слово, он говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя. Друзья мои, одна причина. Слово оскудить, это значит обнищать, изнемочь. Поэтому проблема людей не в том, что они не могут открыть источники для своей жизни. Проблема людей в том, что вера становится что? Нищей. И вот Иисус говорит, я молился о тебе. О чем Иисус молился? Господи, помоги ему, чтобы у него все в жизни было хорошо, счастливая жизнь, прекрасная самая семья, там то-то, то-то. Нет, друзья мои, это мы выбираем. Мы выбираем. Мы открываем источники нашей веры у Бога. Но о чем он молился? Я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Вот ключ, друзья мои. Вы понимаете, что каждый из нас может получить от Бога то, что другие люди могут даже не понять и осудить, может, за какие-то вещи. Но если ты живешь верой, то именно вера твоя спасет тебя. Именно вера твоя спасет тебя. Именно вера твоя спасет тебя. Поэтому эти источники ключ вера. И поэтому, почему он сказал так? Я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Потому что Иисус видел и понимал. Потому что вспомните, что произошло, когда все-таки Иисуса уже взяли и готовили к распятию. Вспомните, Петр отрекся от него. И что, когда он услышал, что петух пропел второй раз, и он вышел, написано, и что, и заплакал. То есть он пришел в это же состояние. Опять долина плача. Но послушайте, остался ли Петр в этом состоянии? Поэтому Иисус говорит, я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Друзья мои, нам нужно молиться о тех людях, которые проходят долиной плача. Но молиться не о том, чтобы им то-то и то-то было. Молиться о том, чтобы вера их, что? Не оскудела. Друзья мои, потому что вера ключ к тому, чтобы открыть источники для своей жизни. Поэтому мы можем открывать для своей жизни источники. Но ключ это наша вера. И поэтому однажды написано, Петр возвратился. Понимаете? Почему? Потому что в этой долине плача. Он что-то понял, узрел и увидел. И он не остался там скулящим. Иуда, понимаете, пошел, удавился. Но Петр не остался. Он пришел, и написано, ты еще и братьев своих утвердишь. И представьте себе, Петр стал Божьим слугой, Божьим служителем, помазанным Божьим сосудом, который утверждал и братьев, и тех же апостолов, которые вместе с ним были, и с Иисусом. Но знаете, Петр мог бы прийти, и знаете, что апостолы могли бы сказать? «Слышишь, ты! Ты вообще до нашего Господа предал, трижды отрекся!» Что вы думаете, они не знали об этом? Вы думаете, слухи не распространяются? Да бегом распространяются! Среди христиан быстрее, чем среди неверующих распространяются, к сожалению. Поэтому, друзья мои, они могли бы сказать, «Да кто ты такой вообще? Чего ты сюда пришел?» Но Бог знал, пройдя долиной плачи, Он открыл источники, и это не только помогло Ему, но и Он утвердил и тех братьев, которые точно так же начинали терять веру свою. Потому что, когда Иисус потом воскрес, знаете, Петя Первый прилетел, когда увидел Иисуса, и Он говорит, «Я человек грешный, Господи, выйди!» Когда они в лодке были, помните? Когда Он Иисуса видел, Он там рвался, бежал к Нему. Друзья мои, поэтому неважно, в какой ситуации мы оказались, важно то, что у нас ключ – это вера. И мы можем открыть для себя источники Божьего благословения. Аминь. Давайте мы поднимемся с вами. Я хочу помолиться за вас. Поэтому открой свое сердце сейчас. Я просто хочу помолиться, благословить, чтобы, может быть, та сфера твоей жизни, где у тебя сегодня тупик, где ты не видишь выхода, где ты попал в ситуацию, где, ну, кажется, все, трудности, тяжело. Я хочу помолиться, чтобы Бог открыл двери. Ты готова, Боже? Подними свои руки к Господу. Дорогой Отец Небесный, счастливы те, кто в Доме Твоем. Они будут постоянно славить Тебя. И я прошу и молю Тебя за каждого человека на этом месте. Прикоснись с силой Твоего Святого Духа и яви Твою славу, чтобы у каждого из них не оскудела вера их. Благослови, чтобы они этим ключом могли открыть источники благословения для своей жизни, которые Ты приготовил каждому, Иисус. И это от них, от каждого зависит. Я прошу Тебя прямо сейчас, тот, кто испытывает трудности, какие-то ситуации в своей жизни, нерешимые проблемы, яви Твою славу, чтобы их вера не оскудела, и чтобы они могли увидеть этот источник, который открывает двери благословения, который изменяет их судьбу и жизнь, который принесет перемены в их жизнь, перемены вечности, невременные перемены, но жизнь, как Ты сказал, вечную. Господь, благослови, Отец. Я молю Тебя об этих людях. Я молю Тебя о Твоей церкви, чтобы каждый мог ходить верой, жить верой, и каждый был спасен верой во имя Иисуса Христа. Да будет Твоя благодать с Твоим народом, да придет ответ от Тебя, Иисус, и да будут открыты их верой эти источники, которые Ты приготовил для каждого из них во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет Аминь. Аллилуйя!